Это рубиновое колье в центре внимания среди украшений и драгоценных камней, которые в этот раз представили на 57-й тематической выставке в Бангкоке. Камень в 21 карат окружён белыми бриллиантами. Основа – 18-каратное белое золото. В комплекте идут серьги, также сверкающие бриллиантами и рубинами. Выставка проходит в Таиланде дважды в год. Это вторая по масштабу тематическая ярмарка в Азии. В этот раз сюда приехало 1800 участников из 30 стран. Впрочем, несмотря на впечатляющую статистику, ситуация в индустрии нерадужная. Производители говорят, из-за большого падения спроса на драгоценности в Китае им приходится искать новых покупателей. «К сожалению, китайский рынок сегодня рухнул. И это очень подходящее слово. Он на самом деле рухнул. Потребуется, наверное, 4-5 лет, чтобы он вернулся к былым показателям. Это означает, что цены тоже упали. Страны, добывающие исходный материал, больше не могут поддерживать прежний уровень продаж из-за разницы в цене». В этот раз иностранным участникам разрешили продавать драгоценные камни и ювелирные изделия без оплаты пошлины. Местные компании тоже снизили цены. Это означает, что покупатели смогли сэкономить до 20%, а производители – найти новых клиентов. Некоторые говорят, что спрос на драгоценности начал расти в Индонезии. «Большинство моих клиентов из материкового Китая. Есть немного японцев. Сейчас больше заказов начало поступать из Индонезии. В этот раз я увидел много покупателей из Индонезии, которые ищут прекрасные ювелирные украшения по умеренным ценам». Покупатели тоже заметили, что рынок драгоценностей переживает нелёгкие времена из-за замедления темпов роста глобальной экономики. «Надеюсь, ситуация улучшится, всё нормализуется. И здесь предоставляются наибольшие возможности. Ярмарка – это наилучшая возможность улучшить ситуацию. Это единая платформа для продаж и покупок». Объединить всех на единой платформе пытаются и в виртуальном пространстве. На выставке представили веб-сайт, который по задумке его создателей поможет поставщикам, производителям, дизайнерам, дистрибьюторам и покупателям друг друга найти. «Это мини-сайт, на котором вы можете публиковать всё, что пожелаете. Например, вы хотите показать кольцо, которое создали, или что-то прорекламировать. Вы можете опубликовать что-то и предложить людям, которые пользуются этой платформой, ваш товар купить». В следующем году Ассоциация тайских продавцов драгоценных камней и украшений планирует провести первый в мире съезд, главной темой которого станут рубины. Трёхдневное мероприятие состоится в Бангкоке. Как ожидается, его посетит около 400-500 делегатов со всего мира.